Сейчас очень много последствий после перенесенного гриппа. Болезнь оседает на легке, люди кашляют, не знают как от этого избавиться, либо вообще человек просто-напросто простыл, у него начинается сильный кашель, мокрот и так далее. Как в этом случае можно поступить? В этом случае нам поможет редька. Старое проверенное средство это редька. Ее нарезают тонкими ломтиками, нарезали, посыпаем сахарком. Знаете, лучше всего даже можно не тонкими ломтиками нарезать, а можно на терочке ее натереть. Примерно натираем со стакан. Засыпаем сахаром, не скупясь, тоже примерно пол стакана. Засыпали все это, перемешали. Примерно через полчаса редька нам дает сок. Сок редьки жгучий. Редька вообще насыщена веществами, которые прекрасно справляются с разного рода бактериями. Плюс у нее дух, вот эти фитонциды и так далее, которые способствуют разжижению слизи, лучшему отхаркиванию ее, отхождению. Плюс, естественно, убивают микрофлору. Что мы, значит, делаем? Мы эту редьку, вернее сок, который у нас образовался, мы его пьем по одной столовой ложке каждый час. Прекрасное средство. Особенно сейчас, запоминайте, вот у нас начнется сезон осенний, дождливый. Начнем сморкаться, начнем кашлять, а вы редьку как раз запаситесь, чтобы у вас было. Можно использовать несколько иной рецепт. Смотрите, черную редьку мы с вами, мы можем с вами пропустить через соковыжималку, так, чтобы у нас примерно получился, ну, граммов 200 сока. В этот сок мы с вами в качестве консерванта можем добавить 100 граммов жидкого меда, все это дело размешать и будем принимать по 2 столовые ложки перед сном. Это в качестве профилактики. Очень хорошая вещь. И смотрите, что здесь. Вот если вы почувствуете, что меда маловато, добавьте меда больше, там, 150 грамм, 200 граммов. И это очень хорошее средство для того, чтобы противостоять кашлю. Он в качестве соединил. Продолжение следует отnecет. Уменьшается. Продолжение следует...